Единое родительское собрание школы проводят каждый год. В этом году тема особо важная. Первоклассники 2011-го будут учиться уже по стандартам нового поколения. Прежде всего, учащиеся будут не только заниматься учебной деятельностью, на что отводится первоклассникам 20 часов в неделю, но и еще внеурочной деятельностью, на которую отводится 10 часов. Это различные творческие кружки и секции. То есть дополнительные занятия будут прямо в школе. Например, физкультурно-здоровительное. Так это связано с введением дополнительного третьего часа физкультуры, с введением, например, такой кружковой работы, как «Как стать здоровым». Школы должны разработать свои творческие объединения или же сотрудничать с городскими организациями. В идеале новое обучение – это школа полного дня. Причем все кружки и секции будут бесплатные. Учитель будет не тем звеном, которое подавляет и нависает над учениками, а это будет сотрудник. То есть это будет человек, который направляет, который работает в сообществе с детьми. И, конечно же, изменятся моральные качества. Мы так думаем, что в связи с тем, что учителю в любом случае придется перестроиться. Обо всех новшествах родители узнают уже скоро. Единое родительское собрание пройдет в каждой школе 23 апреля.